Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим и поможете росту и продвижению канала. Поехали! 10 мая компания IQI опубликовала новый трейлер Дорамы 7 поколения. Главные роли исполнили Дин Юси и Ян Чао Юэ. История о том, как фея Сяо Сянь Цзи и ученик созвездия Ури Син Цзюнь Чу Кун случайно перепутали красную нить судьбы. Небесный император, узнав о случившемся хаосе, отправил Сянь Цзи и Чу Куна на землю, чтобы они прошли испытания любовью в семи жизнях. Опубликовали новый трейлер Дорамы «Мое путешествие к тебе». Роли в проекте исполнили Юй Шу Синь, Джан Лин Хе, Чен Лэй, Лу Сю Яо, Ван До, Цзэнь Шун Си, Сун Чэнь Цзюнь, Цзо Ей и многие другие. Дорама, снята в жанре Уся и расскажет историю о мятежном герое Кун Цзэ Ю, который в одночасье потерял отца и брата и был вынужден встать во главе семьи. Шпионка Юн Вэй Жань направлена, чтобы следить за ним, однако влюбляясь, она жаждет свободы. Премьера Дорамы запланирована на октябрь этого года. Опубликовали новый трейлер Дорамы «История дворца Кун Нин» или «Мечта о мире и спокойствии». Главные роли исполнили Бай Лу, Джан Лин Хе, Ван Син Юэ, Чжоу Цзюнь Вэй и другие. В основе сюжета история о девушке Цзэнь Цзюэ Нин, которая, испытав трудности в юности, всеми силами стремится стать императрицей. Из-за жажды власти она растоптала сердца многих людей. От нее отвернулся лучший друг детства, который сначала во всем ее поддерживал. Когда Цзэнь Цзюэ Нин обрела власть, к которой так стремилась, она умерла в результате дворцового переворота. Бог дал ей второй шанс, а она поклевалась не повторять ошибок прошлого. Переродившись, героиня всеми силами старалась держаться подальше от императорского дворца и вести мирную, спокойную жизнь, пока снова не столкнулась с теми, кого знала в прошлой жизни. Цзэнь Цзюэ Нин снова предстоит выбирать между моралью и эгоизмом. Ранее сообщалось, что премьера сериала состоится 20 мая. Был представлен новый трейлер-дорамы «Безмятежная переправа». Главные роли исполнили актеры Жэнь Цзюэ Лунь и Сун Цзюэ. В процветающем городе Гуанпин бог о бог живут люди и демоны. Демоны умеют скрывать свои сущности и маскироваться под людей. У Бан Ся, девушки из богатой семьи, есть необычный дар. Она может видеть скрытую сущность демонов. Из-за этой особенности все в округе считают ее сумасшедшей. Когда девушка говорит всем, что жена двоюродного брата демонится, на Бан Ся начинается охота. Ее спасает охотник на демонов Сюань Е. Его нежный поцелуй вызывает у Бан Ся еще большую способность видеть мир таким, какой он есть на самом деле, и различать всех демонов вокруг. Герои сближаются, расследуя ряд странных событий в городе Гуанпин. Но секреты, которые хранит Сюань Е, отталкивают Бан Ся снова и снова. Она постепенно догадывается, что охотник на демонов сам является демоном. Премьера дарамы запланирована на второй квартал этого года. Представили трейлер дарамы «Путешествие к любви». Главные роли исполнили Лю Ши Ши и Лю Юй Нин. Дарама снята по оригинальному сценарию, сюжет долгое время держался в секрете. В основе сериала история о двух лучших наемных убийцах из конкурирующих кланов и их команде из шести человек с разным опытом работы и уникальными навыками. Вместе им предстоит пройти путь, полный испытаний и опасностей. 9 мая был опубликован трейлер предстоящей дарамы о пожарных «Он вышел из огня». Главные роли исполнили Хуан Цзинь Юй и Джан Цзинь И. Дарама расскажет о популярной актрисе Нань Чу, которая в юности была спасена из пожара, однако она не запомнила лицо своего спасителя. Спустя несколько лет после катастрофы она становится участником реалити-шоу, которое призвано популяризировать знания о пожарной безопасности. Инструктором выбран пожарный Лин Лу Сяо. Выясняется, что это именно он спас Нань Чу. Между ними устанавливаются напряженные отношения. Понимая опасность своей профессии, Лин Лу Сяо всячески отвергает заинтересованную в нем Нань Чу. Дата премьеры пока не сообщается. Netflix анонсировал дату выхода нового женского шоу на выживание «Siren Survives Island». В этом шоу сильные женщины будут объединяться в команды, сражаясь друг с другом на отдаленном острове. 24 участницы шоу входят в 6 профессиональных групп, включая полицейских, пожарных, телохранителей, каскадеров, солдат и спортсменов. Логотипы команд отображают личность каждой участницы и помогают предсказать стратегии команд и профессиональные конфронтации. На изолированном острове участницам придется выживать в течение 7 дней и 6 ночей, обитая в различных условиях – горные хижины, плавающие дома, палатки, а также общественные места, такие как питьевые фонтаны и больницы. Участницам необходимо будет проявить свою самодостаточность. 24 женщины, которые проявили свою силу в своих сферах, будут сражаться друг с другом на экстремальных условиях. Шоу покажет зрителям, как участницы используют свою физическую силу, стратегические навыки и умственную мощь для выживания. Seren, Seren of the Island разделено на две половины с общим количеством 10 эпизодов, которые будут выпущены на протяжении двух недель. Шоу выйдет на Netflix 30 мая. Недавно стало известно, что скоро стартуют съемки ремейка корейской дорамы Моэ Джо Си. Главные роли исполняют Марк Чао и Джан Зи Фэн. Дорама будет выходить под названием «Спасибо, что услышали меня». Также был представлен первый концептуальный постер к китайскому ремейку. Нитизаны положительно отреагировали на кастинг актеров, которые по возрасту также соответствуют своим героям. Корейские пользователи сети также поддержали актерский состав предстоящей дорамы. Однако были и те нитизаны, которые выступили против адаптации. Поскольку в дораме Моэ Джо Си затронуты социальные темы корейского общества, многие выразили сомнение, сможет ли новый сериал также напряженно рассказать о проблемах китайского общества и сможет ли такая дорама получить лицензию на трансляцию. Кто-то из пользователей сети призвал создателей ремейка отказаться от съемок, пока не поздно. Не все дорамы можно адаптировать, прокомментировал один из дизайнов. Звезда дорамы «Слава» Ча Джу Йон может сыграть главную роль в новой исторической дораме. Сериал «Вон Кён» расскажет историю королевы Вон Кён, которую в записи династии Чо Сон называют женщиной, чье сердце наполнено завистью и желанием. Ча Джу Йон получила предложение выступить в роли королевы Вон Кён. Вон Кён – дочь Минже, самой благородной семьи Карё. Она вышла замуж за Ли Бан Вона, который младше ее на два года, и помогла ему занять трон, обнажив свою собственную жажду власти. В настоящий момент на экраны выходит дорама «Ки Би Эсту» появился тот самый с Ча Джу Йон в роли Чан Се Джин. Премьера дорамы Вон Кён запланирована на первую половину следующего года. Согласно опубликованному анонсу предстоящих премьер на Tencent, дорама «Лорд Сю Эйин» будет представлена зрителям в мае. Главные роли в сериале сыграли Сю И Кай и Гуина Джа. Дорама основана на одноименном романе «Во Чи Си Хон Ши». В основе сюжета история о юноше Сю Эйине из клана Дун Бо. Земли клана находятся на отдаленной, ничем не примечательной территории. Отец Сю Эйине – простолюдин, который стал дворянином. Его мать – аристократка, бросившая свой клан из-за любви, его брат – наивный ребенок. Приключения героя начинаются, когда его мирная жизнь разрушена, и единственный способ восстановить ее – обрести силу. Однажды Сю Эйин встречает красавицу Юи Цзинь Гю, которая умна и обладает хорошими навыками в боевых искусствах. Проходя вместе через испытания, они влюбляются друг в друга. Точная дата премьеры пока не называется. Компания Йоку опубликовала новый трейлер дорамы «Возрождение». Главные роли исполнили Цзинь Бо Жань, Джоу И Жань, Пэнь Ян и другие. Дорама снята в жанре романтики и триллера. Шесть незнакомых друг с другом людей появляются на вечере по имени Фэй Кэ. Все они были в прошлом с незнакомы с Фэй Кэ. Дерясь воспоминаниями об умершем, они пришли к выводу, что он был не тем, за кого себя выдавал. Постепенно они раскрыли настоящую правду о Фэй Кэ. Также Йоку представили трейлер «Предстоящие дарами, унесенные ветром». Главные роли исполнили Тун Яо и Джан Си Чен. Тун Яо исполнила роль Нанья – женщины с непростой судьбой, Казалось бы, в ее мрачных буднях никогда не будет света. Но все меняется, когда она знакомится с опасным и таинственным Джоу Ло. В анансе романа есть строки. «Если нам суждено быть двумя реками, которые никогда не встретятся, я сделаю все, чтобы поменять течение». Трейлер полон темных и интригующих кадров. Дорама будет ратранслироваться только на Йоку. Дорама, также дата премьеры этой дарамы не сообщается пока что, но согласно некоторым источникам, выпуск запланирован на лето этого года. 6 мая был опубликован постер к предстоящей дараме «Принцесса выходит замуж». Дорама основана на второй книге автора романа «Легенда о продвижении жены наследного принца». В основе сюжета история о дочери главных героев из первой части. Главные роли исполнили Чэнь Чжэ Юань и У Сюань И. Ци Па, принцесса из королевства Ся, расследуя дело о поджоге во дворце, попадает в ловушку и сталкивается с предводителем клана зверей Куймулана. Он готов спасти девушку, но с одним условием – она должна выйти за него замуж. Куймулан втайне надеется таким образом заполучить бусину ее духа. Девушка сторонится чудовище из клана зверей, но вынуждена пока согласиться на его условия, чтобы выяснить правду о поджоге. Позднее Ци Па встречает красивого юношу Ли Сюна. Ее жизнь переворачивает с ног на голову двое мужчин. Один красивый, другой пугающий, положив начало веселым и романтическим событиям. 7 мая стало известно, что Сяо Чжан исполнит роль Годзина в фильме о боевых искусствах «Легенда о героях Кондора». Главную женскую роль сыграет молодая актриса Джоанда Фэй. Режиссером кинокартины выбран Цуи Харк. Анонс вызвал ажиотаж в сети. Недизены были взволнованы предстоящей новой работой Сяо Чжане в большом кино. Учитывая опыт режиссера, а также актерский талант Сяо Чжане, многие уже пророчат проекту большой успех. Фильм основан на уся романе автора Цзинь Юня. Монгольская армия под предводительством Чингисхана двинулась на запад, чтобы захватить Цзинь, а затем на юг, чтобы завоевать империю Сун. Великий воин-корд Цзинь ради страны и народа собрал лучших из школ боевых искусств центральных равнин, чтобы противостоять врагу. Недавно стало известно, что по мотивам научно-фантастического приключенческого аниме «Клетка Духа» будет снят полнометражный фильм, а также веб-дорама. Компания Юго представила первый концептуальный постер к предстоящему проекту. Недалекое будущее из-за кризиса перенаселения люди решают отправить космическую миссию, чтобы найти новый дом на других планетах. Однако Луна неожиданно сходит с орбиты и планам человечества не суждено сбыться. Из-за катастрофы на Земле происходят глобальные катаклизмы, которые длятся не один десяток лет. Люди, которым посчастливилось выжить, оказываются в суровых условиях, где вынуждены вести борьбу за выживание. Информации о кастинге пока не сообщается. Недавно были представлены новые постеры дорамы «Любовь в панацея». Главные роли исполнили Ло Юн Си и Джан Жу Нань. Сериал посвящен теме редких заболеваний. В основе сюжета дорамы «Любовь в панацея» история любви врача-невролога Ку Юн Джена и студентки-медика Су Вэй Ань. Соперничество в профессии приводит к любви. Все осложняется, когда становится известно, что Су Вэй Ань – война редкой болезнью Гентингтона. Это генетическое заболевание, которое приводит к крайней деменции. Дата премьеры дорамы пока не сообщается. Настало время посоветовать вам дораму. И сегодня я хочу посмотреть... Посмотреть, ага. Посоветовать вам очень-очень забавную дораму. Там всего 10 серий. Дорама называется «Пожалуйста, не встречайся с этим парнем». В главных ролях Сон Ха Юн, Юн Бо Ми, Кон Мин Джон и Ли Джу Йон. Дорама «Пожалуйста, не встречайся с ним» или «Пожалуйста, не встречайся с этим парнем». О женщинах, у которых есть стетоскоп, который позволяет им отличать мужчин, с которыми им не следует встречаться. Интересная история для людей, которые хотят найти любовь, но избегают неправильного ответа. Су Джу Сон – программист в команде разработчиков интеллектуальной домашней техники. Она случайно разработала программу искусственного интеллекта под названием Чо Сан Шин, которая идентифицирует людей и использует ее для помощи людям, у которых трудные отношения. Чон Кук Хи – пожарный, который не испытывает дискомфорта от того, что у него нет смартфона. Он единственный, кого Чо Сан Шин не может проанализировать. Мун Е Сыль – одна из трех женщин, которые легко влюбляются. Несмотря на ее сложные отношения, она не теряет своей энергии. Так Ки Хион – владельца уникального кафе. Очень прикольная драма для того, чтобы разгрузить свой мозг, скажем так, просто отдохнуть. Очень интересная история про волшебную технику, которая там скрывает какие-то моменты, которые скрывают пары или еще что-то такое. Мне понравилось. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон! Аньон!